Сегодня у нас первый урок по теме системы нелинейных уравнений с двумя переменными. К концу урока мы должны будем достигнуть следующих целей. Ознакомиться с понятием системы нелинейных уравнений с двумя переменными и способами решения. Также научимся находить решение систем нелинейных уравнений с двумя переменными. Перейдем к определению темы данного урока. Система уравнений с двумя переменными, в составе которой хотя бы одно уравнение не является линейным уравнением, называется системой нелинейных уравнений с двумя переменными. В качестве примера возьмем следующие уравнения с двумя переменными. Первая система это 7х плюс у равно 21, х в квадрате плюс 2у минус 8ху равно минус 37, где второе уравнение это многочлен стандартного вида третьей степени. Вторая система это х в третьей степени прибавить у в третьей степени равно 78, х минус у равно 9, где первое уравнение является уравнением третьей степени. Если в нелинейное уравнение с двумя переменами подставить вместо переменных х и у пару чисел х нулевое и у нулевое, которые обращают каждое уравнение системы в верное числовое равенство одновременно, то мы найдем решение системы уравнений с двумя переменными. За пример возьмем следующую систему. Уравнение первое х плюс 5у в квадрате равно 5, второе уравнение х минус 5у равно минус 5. Пара чисел 0 и 1 является решением данной системы, так как при подстановке чисел 0 и 1 соответственно, вместо х и у каждое уравнение системы обращается в верное числовое равенство. И вот что у нас получилось. 0 плюс 5 равно 5, 0 минус 5 равно минус 5. Так что же значит решить систему нелинейных уравнений с двумя переменными? Это значит найти множество ее решений. Основные способы решения системы нелинейных уравнений с двумя переменными следующие. Первый это способ алгебраического сложения. Второй это способ подстановки. Третий графический способ. И четвертый способ введения новой переменной. На графическом способе мы остановимся подробнее. Алгоритмом графического способа является следующее. Построение графика каждого уравнения системы в одной и той же прямоугольной системе координат. Нахождение координат и точек пересечения графиков уравнений. Запись ответа в виде множества пар числовых значений. За пример решения уравнений графическим способом возьмем следующую систему. Уравнение первое. Х в квадрате плюс у в квадрате равно 16. у равно 4 минус х. Следую алгоритму, первым пунктом у нас стоит построить. Графики уравнений. Х в квадрате плюс у в квадрате равно 16. И у равно 4 минус х в одной и той же системе координат. График первого уравнения – это окружность с центром в начале координат и радиусом 4, который вы можете увидеть на рисунке справа. График второго уравнения – это прямая. Окружность и прямая пересекаются в двух точках. Точка А с координатами 0 и 4 и точка В с координатами 4 и 0. Следовательно, система нелинейных уравнений с двумя переменными х в квадрате плюс у в квадрате равно 16 и у равно 4 минус х имеет два решения. Это точки парочисел 0 и 4 и 4, 0. В качестве закрепления материала попробуйте ответить на следующие вопросы. Вопрос первый. Приведите пример системы нелинейных неравенств уравнений с двумя переменными. Второй. Какие способы применяют для решения систем, состоящих из линейного уравнения и уравнения второй степени? Третий вопрос. Какие способы применяют для решения систем линейных уравнений с двумя переменными, так и для решения систем нелинейных уравнений с двумя переменными? Для самостоятельного изучения можно ознакомиться с материалом на страницах 26-29, а также попробовать решить две системы нелинейных уравнений с двумя переменными графическим способом. Система первая. xy равно 2, x в квадрате минус 2y равно минус 3. Система вторая. x в квадрате плюс 3y равно 6. Минус x в квадрате минус 2y равно минус 3. Минус 3y равно 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 минус 4y 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 равно